Давно собирался купить и пощупать эту бюджетную перьевую ручку от компании Platinum, представителя большой тройки японского ручкопрома, но все как-то руки не доходили. Данная модель, изготавливаемая и продающаяся исключительно в Китае, примечательно веселым дизайном пера, прямо как у Pilot Kakaano, только со звездочками и общими формами напоминающие одновременно и Kakaano и Koeco Parqueo. Доступна в десятках разных расцветок и имеет такой же перьевой блок как и у других бюджетных Platinum Preppy, Prefaunte и Plyceware. Если кратко, ручка мне не понравилась, но если хотите узнать чуть больше, нажимайте читать дальше. Погнали гусей. Рассматриваем ручку. Приезжает упакованный в антивандальную пластиковую пробирку. Я купил в цвете, который они называют Cantaloupe Green, это такая разновидность Дэни. Откручиваем и достаем ручку, на упаковке есть надписи сообщающие, что размер пера F 0.3 мм, перечислены модели подходящих к ней конвертеров и так далее. Внутри ручки, типичный платиномовский картридж, закупоренный стальным шариком. Картридж пока что использовать не буду, так как не собираюсь ею много писать, поэтому достаем из ящика конвертер модели 800A, между прочим, стоящий дороже этой ручки, и заправим его черными чернилами Pelican 4001. Перьевой блок. Перьевой блок имеет вот такую конструкцию. Я не стал снимать перо и вынимать коллектор с ребрами из секции, так как они очень туго запрессованы, но вроде и так все видно. Подающий канал сделан отдельной деталью и вставляется в коллектор, плотно сидящий в секции. Перо спереди. И перо сзади. Внутри колпачка есть подпружиненный пластиковый стакан, препятствующий высыханию пера, так называемая система Sleep and Seal. Я оставлял ручку в стакане пером вверх на несколько дней, при этом стартует моментально, за счет герметичности колпачка и большого объема чернил запасаемых в ребрах коллектора. Впрочем, и простейшая китайская Jing Ha 82 тоже так умеет и не сохнет. Кстати, пластик на корпусе и колпачке выглядит и ощущается на ощупь максимально дешево, быстро собирает царапины. На секции пластик чуть получше. На колпачке есть следы от литьевой формы. Ну и попробуем писать. Что могу сказать, пишет перо чуть толще чем ожидалось, это не совсем ноль. Три миллиметра, а потолще, что-то на уровне среднего китайского F, в целом нормально, но на рыхлой бумаге линия превращается в елочку. Также перо слишком гладкое и скользкое, без какой-либо обратной связи, ощущение как будто возишь по стеклу. Вариативности толщины линии нет от слова совсем, давить на ручку бесполезно. Сравнение размеров с другими ручками. Сравним размеры с несколькими другими популярными ручками. Джинха 82, Джинха 65, Майя Луманом и шариковая миджа. Размеры ручки довольно стандартные. И в открытом виде, выводы, вообще очень скучная модель, дешевый пластик, очень жесткое и скользкое перо, пишущее толще чем нужно, как по мне, то даже всякие Джинха за 3 доллара на ее фоне смотрятся чуть интересней. Если бы мне нужна была ручка, чтобы писать, вот это внезапный поворот, то я бы вообще не брал эту модель. Из хорошего, ручка в целом работает, в руке сидит удобно, не сохнет и существует в громадном количестве расцветок, обычные цевета, постельные, прозрачные, с блестками, с расцветками коровы, с различными аниме-персонажами, покемонами и гарри-патерами. Выглядит хорошей моделью для коллекционирования во всевозможных своих разновидностях или для людей фанатеющих от каких-нибудь персонажей. Пожалуйста не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Субтитры создавал DimaTorzok